Авиация Израиля Директор Всемирного банка по Украине, Белоруссии и Молдове Чияма Фан сообщил, что Всемирный банк обеспокоен значительным снижением за последние месяцы объема золотовалютных резервов Национального банка Украины. Он отметил, что нынешний объем резервов обеспечивает финансирование импорта будущих периодов в течение менее чем 2,5 месяцев, тогда как приемлемым показателем считается минимум 3 месяца. Кроме того, он назвал неадекватной мерой введения Национальным банком требования по обязательной продаже части валютной выручки не только экспортерами, но и всеми юрлицами-резидентами и физлицами-предпринимателями, сообщает корреспондент НЭД. Львовская областная администрация бунтует против решения президента, сообщает Киевтаймс. После назначения президентом Украины главой Львовской обладминистрации Олега Сала решили уволиться все бывшие соратники экспредседателя облгосадминистрации Виктора Шемчука. Напомним, что 31 октября своим указом президент Украины Виктор Янукович освободил от занимаемой должности прежнего главу Львовской областной администрации Виктора Шемчука и назначил на его место Олега Сала. Пробки из длинномерных грузовиков. Вторые сутки сохраняются у трех пунктов пропуска на границе Украины и России в Ростовской области. Все из-за изменения мер по обеспечению транзита передает газета UA. По данным на утро пятницы, на стороне Украины перед пунктом пропуска Новошахтин с Ростовской таможней стоят 122 автомобиля, еще 199 находятся перед пунктом пропуска Веселовознесенская. 62 грузовика не двигаются перед пунктом пропуска Матвеев-Курган. В Таганрокской таможне сообщила официальный представитель Южного таможенного управления Ольга Шамраева. Заторы появились из-за новых мер по обеспечению транзита, введенных на юге России с 28 октября. Многие перевозчики оказались не готовы к нововведениям. В Крыму стартовал юбилейный 60-й балл Хризантем. Около 300 видов этих осенних цветов порадуют посетителей Никитского ботсада в Ялте. В этом году коллекция Хризантем пополнилась еще на 20 новых сортов, в частности Хризантема Христиан Стевен, названная в честь первого директора ботанического сада, сообщает программа события. В конце выставки посетители выберут королеву балла, самый красивый, по мнению посетителей, крупноцветковый сорт. Европейский Союз обсуждает с Международным валютным фондом возможность предоставления Украине кредита стендбай, в случае, если страна попадет под экономическое давление России в этом году, пишет Лига Бизнес Информ. Россия усиливает экономическое давление на Украину, в связи с чем ЕС готовит планы снабжения Украины природным газом и ведет переговоры с МВФ об экстренном финансировании. Предполагается, что сумма финансирования может составить от 10 до 15 миллиардов долларов. Кроме потенциального кредита МВФ, ЕС подготовил еще 610 миллионов евро, которые он также может одолжить Украине, договорившись с фондом. Итальянская полиция разоблачила международную преступную группировку, которая занималась похищением детей. Как пишет корреспондент НЭД, среди арестованных украинка бронзовый призер Сеульской Олимпиады Лариса Москаленко. Ее компания по прокату яхт в Палермо отвечала за транспортировку живого товара, а Луиджи Канистрара, Антонио Бараццио и Себастьяна Калабрезе детей похищали. У Бельгии, где эвтаназия официально разрешена только для людей старше 18 лет, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы позволить проведение этой процедуры и для несовершеннолетних граждан, передает МигНьюзКом. На данный момент еще ни одна из стран мира не принимала подобного решения. Также новый законопроект предоставит право умереть для взрослых с ранней деменцией. Адвокаты утверждают, что эвтаназия для детей в согласии их родителей предоставляет выход семьям из крайне непростой и болезненной ситуации. Но оппоненты сомневаются, разумно ли позволять ребенку принимать столь страшное решение – положить конец их собственной жизни. В США одобрены правила безопасного использования мобильных устройств связи во время взлета и посадки пассажирских самолетов американских авиалиний, пишет корреспондент. Американские авиакомпании, как ожидается, начнут позволять пассажирам пользоваться смартфонами и планшетами на протяжении всего рейса к концу этого года. Однако связь с интернетом для получения отправки электронных сообщений будет запрещена во время полета в ниже высоты в 3 километра. Голосовая сотовая связь останется под запретом из-за опасности возникновения помех радиооборудования самолета. Изменения, внесенные в американское законодательство, означают, что пассажирам будет позволено читать электронные книги, играть в электронные игры и смотреть видео в течение внутренних и международных перелетов. Субтитры создавал DimaTorzok